Это тоже тема сегодняшней конференции. Мы бы хотели от экономического роста в наших национальных экономиях. Прикольный средний налог при росте экономики. Ее нет для казахской экономики. Пока. Мы создадим новый программ, заделан 5-10 лет для развития экономики. Поэтому эти вопросы, которые мы ввести, достигли почти 20 миллиардов по американских долларов. Мы видим в Евразийской экономической комиссии, что Российское правительство, Министерство экономики и развития активно стало работать над компенсационными механизмами. Главное, чтобы эти компенсационные механизмы для субъектов хозяйства не только Российской Федерации, но и были для Белоруссии и Казахстана. И это уже задача национальных правительств. Сейчас эксперту активно вступить в переговорную позицию, чтобы не упустить время. Реально осень России будет в ВТО и реально нужно будет пересматривать, а есть по некоторым чувствительным позициям. По грузовым автомобилям, по сельскохозяйственной технике, по лекарственным средствам. То есть там, где сегодня экономики наши на подъемах, как в России, Белоруссии, так и в Казахстане. Сегодня таможенный тариф будет снижен. Нужно искать компенсационные механизмы, которые заработали, повторяю, поддерживали наших производителей. 80% от заработной платы стран-соседей является менее рискованной, поскольку из-за 20% перевеса никто не уедет из страны. На данный момент выход только один. К 2015 году выйти на необходимые 80% средней заработной платы по стране. Если рассматривать это по отношению к Российской Федерации, то по оптимистическому сценарию Российская Федерация планирует выйти на заработную плату 1300 долларов, по пессимистическому сценарию 930 долларов. Соответствующим образом 80% от этой заработной платы мы достигнут должны...